Останавливайся, ошибешься! Останавливайся, говорю! Пожалуй, только в голливудских фильмах блюстители закона хватаются за оружие при любом удобном случае. Для инспекторов ГИБДД это мера исключительно. К ней прибегают лишь тогда, когда злоумышленник создает реальную угрозу безопасности людей и игнорирует требования сотрудников. Яркий пример – ночная погоня на улице Хендельса. За рулем ВАЗовской четверки нетрезвый водитель. И пусть его машина далеко не спорткар, но пьяная лихость и безрассудство компенсируют нехватку лошадиных сил. Выезды навстречу, маневры на грани жизни и смерти могли бы привести к трагическим последствиям, если бы неумелые действия полицейских. Открывай огонь! 21-04! Огонь открываю! Огонь открываю! 21-04! Три экипажа преследования вынудили злоумышленника свернуть на второстепенную дорогу и выехать на менее оживленную трассу за пределы спальных кварталов. Лишь после 10-го предупреждения о применении табельного оружия и абсолютного равнодушия со стороны правонарушителя, инспекторы производят несколько прицельных выстрелов по задним колесам автомашины. После серии заносов и езды на ободах водитель до последнего продолжал давить на газ. Был задержан гражданин 91-го года рождения, который находил в состоянии алкогольного опьянения, не имеющий права управления транспортными средствами. По данному факту был составлен материал по статье 12.8.3 КУАП РФ. На место была вызвана группа СОК для дальнейшего разбирательства. Злоумышленник довольно простый и надо отдать должное. Честно объяснил причину своих лихих заездов. Вы слышали, да, неоднократные требования сотрудников полиции обстановки? Да, слышал. Слышали о том, что они собираются применить... Да, слышал все. А почему не отреагировали? Я еще раз говорю, я испугался просто. Вину признаете с вами? Да, конечно, да. Раскаиваете? Да. Будем надеяться, что протрезвев из всей этой истории, мужчина извлечет для себя полезный жизненный урок. Законные требования полицейских надо выполнять. Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.